Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Адель Шмилова. Сегодня вы узнаете, какие новости подготовила наша команда. Итак, сегодня в выпуске. Для чего КФУ посетил государственный деятель Ирана? Energy 2030 вновь вернулся в КФУ. Способен ли гаджет заменить десяток книг? Ректор КФУ Ульшат Гафора встретился с политическим и государственным деятелем Ирана. О подробностях расскажет Олег Кашин. 23 апреля КФУ посетила делегации Исламской Республики Иран. В рамках визита состоял встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафорова и Аятолла Ибрагима Раиси. Ибрагим Раиси в мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, а годом ранее возглавил один из самых богатых фондов исламского мира. На базе Института международных отношений истории и востоковедения состояла встреча, на которой представители сторон обсудили сотрудничество в области нефтедобычи, медицины, науки и образования. Казанский федеральный университет является крупным исследовательским центром по добыче высоковязкой нефти, а технологии, разработанные в университете, используются не только в Татарстане. Иран занимает четвертое место в мире по добыче нефти, поэтому наращивание технологий в этом секторе является приоритетным направлением. Встреча закончилась лекцией с представителями Ирана для студентов Казанского федерального университета. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюз. Президент корпорации Говармедиа плюс Канада Корп посетил Казанский федеральный университет. Подробности встречи смотря в сюжете Анны Глазуновой. Высшую школу информационных технологий и информационных систем Казанского университета посетил президент корпорации Говармедиа плюс Канада Корп Роланд Йозеф Боб. Гости ждала экскурсия по аудиториям и кабинетам Высшей школы ИТИС, где он познакомился с научно-исследовательской деятельностью лабораторий. Директор Айрат Хасянов представил презентацию Роланду Йозефу Бобу о научном и образовательном потенциале Высшей школы ИТИС. Мы создаем совместную с Институтом экономики и управления финансов кафедру и компания Говармедиа является партнером этой кафедры, предоставляя нам как свою экспертизу в области преподавания конкретных предметов, сейчас в области блокчейн, распределенных реестров, а также именно вместе с этой компанией мы работаем с нашими студентами в области технологического предпринимательства. Сам гость рассказал студентам об инвестициях в ИТ-компании, особенностях реализации ИТ-проектов и выведения их на мировой рынок, а также о международном бизнес-сотрудничестве. Я очень впечатляю с этими способностями в Университете, и мы очень надеемся, чтобы увеличить и увеличить нашу коллаборацию между Университетом и Говармедиа, ЛРЦ. Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве. Анна Глазунова, Ленардо Велитьяров, Универньюз. Студенты Казанского университета приняли участие в форуме младых специалистов Energy 2030. Подробности о состоявшемся мероприятии смотрите в материале нашего корреспондента. На площадке Института международных отношений истории востоковедения КФУ стартовал третий всероссийский форум молодых специалистов Energy 2030. В рамках прошедшего мероприятия студенты и участники познакомились со сферой мировой энергетической политики. Тенденциями развития мирового и российского энергетического секторов дополнили знания об отраслях энергетики и их значении для мирового сообщества. Это всероссийский форум молодых специалистов, направленный на развитие качеств и знаний, которые пригодятся в будущем. Будут приглашены эксперты в данных сферах, будут проводиться мастер-классы по тому, как создать свой проект, как его развить, как его представить и как найти инвестора, к примеру. Будет также по культурной программе экскурсия по Иннополюсу. На самом деле молодежь является двигателем всех научных исследований, потому что за спиной всех больших известных профессоров стоит большая команда молодых ученых, аспирантов, которые непосредственно выполняют исследования, иногда являются генераторами идей. Поэтому роль молодежи, она самая важная. И на самом деле то, что будет происходить в сфере энергетики, в будущем как раз определяет теми людьми, которые сегодня будут на этом форуме слушать, участвовать и высказывать свои идеи. В Казанском федеральном университете состоялся детский конкурс талантов. Подробности в следующем сюжете. Департамент по молодежной политике совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов и Первичной профсоюзной организацией работников Казанского федерального университета организует и проводит детский конкурс талантов «Маленькая страна». Конкурс проходит по направлениям художественное слово, хореография, инструментальное исполнение и вокал. В нем поучаствовало 69 детей от 3 до 12 лет. Мероприятие продлится до 24 апреля. Артем Тупичкин, Ленардо Валитяров, Универ Ньюз. 15 семей и структурных подразделений продемонстрировали свои спортивные умения и навыки. Подробности далее. 21 апреля в Большом спортивном зале КСК КФУ «Уникс» прошло спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья». Казанский федеральный университет проводит эту спортивную эстафету уже второй год подряд. Есть понятие такой корпоративной культуры. И каждая структура, каждая организация, каждое подразделение в нашем университете, в принципе, имеет определенные свои традиции. Но очень важно объединить преподавателей, студентов и, конечно же, членов семей наших преподавателей, сотрудников в некие мероприятия, когда был виден наш дух нашего университета. Подобные мероприятия способствуют не только сплоченности семьи, но и коллектива, ведь от каждого института пришло по две семьи. В испытаниях были задействованы все игроки, поэтому необходимо было, чтобы эта маленькая семья работала как единый механизм. Я пришел со своей семьей и своими коллегами. Эмоции положительные. Надо почаще устраивать такие мероприятия. Сплочает и коллектив, и в семье сплочение происходит. Это весело, потому что я принимаю уже второй год подряд, и это мероприятие организовывается второй год. И мне кажется, это необходимо, потому что, когда есть студенческие, и вообще в университете есть семьи, которые работают здесь, то для детей это, конечно же, праздник, и для семьи праздник. В результате первое место заняла команда общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, второе – студенческий городок, и третье место у команды – института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Остальные команды также были награждены грамотами и сладкими подарками за активную игру. Диана Шилова, Льнард Влетьяров, Универ Ньюз. Один планшет способен заменить десятки книг, и все благодаря инновационному междисциплинарному упражнению, без которого не обойдется ни один юный почемучка. О школьных нововведениях в материале нашего корреспондента. Ученые выяснили, что планшеты на уроках математики повышают качество обучения. В проведенном исследовании приняли участие и ученые Казанского университета. Группа исследователей изучалась, насколько выполняемые на планшете междисциплинарные упражнения, в отличие от традиционного обучения математики, влияют на повышение качества знаний. Что из себя представляет междисциплинарные упражнения, нам удалось выяснить у заместителя директора по международной деятельности Института психологии и образования Казанского федерального университета. Естественно, очень важно, чтобы учитель умел привлекать знания, которые даются по одной дисциплине, с теми, которые даются по другой дисциплине. Чтобы в заданиях, которые даются детям на планшете, эти бы связи прослеживались. Ни для кого не секрет, что дети не очень любят стационарные компьютеры. Такой компьютер вынуждает сидеть, в отличие от планшетов, не сковывающих движения. Гаджеты можно рассматривать не как средство развлечения, а как реальную помощь в развитии ребенка. Благодаря созданному учебному приложению ученые наблюдали развитие мелкой моторики, реакции, логики, памяти и других важных навыков. Все зависит от того, какую роль выполняет планшет на уроке. Естественно, если просто отдать планшет и дать ему возможность, такое свободное время, он будет отвлекаться. А если у него есть конкретное задание и дается точное время для выполнения этого задания, то на то, чтобы отвлечься, у ребенка просто не будет времени. Ученые уверены, что если учебную задачу создать в интересной форме, то дети с большим удовольствием будут ее решать. Чем, если бы она была просто им предложена в виде текста в учебнике? К тому же, планшет помогает осуществить переход от образного мышления к абстрактному. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетяров, Универньюз. На этом все. На сегодня следи за новостями вместе с Универньюз. И не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok